В православии всё заключается в чём же? Если другие религии, обращаю ваше внимание, вам придётся, вам придётся рассуждать, все религии, слышите, все, всё основное своё внимание направляет на что? На нравственность! Нравственность! Будда что говорил? Я сам всего достиг! Я сам всё получил! Я сам пришёл к нирване! Я – он! Ну, ещё бы! Целых пять лет в джунглях там занимался аскезой. Все религии говорят именно об этом! Нормы нравственные разные, но суть в этом! То православие говорит о другом! Вы даже себе представить не можете о чём! Не о нравственности! Вы скажете, о духовности, мол, вы сейчас говорили! Это общее понятие! А конкретно о чём? К чему всё сводится? Процитирую вам одного из величайших наставников и монашества, и всех христиан! Ну, правда, православных на Западе знать не знают и знать не хотят уже этих святых отцов, а они сами с усами! Им ничего не надо на Западе! На Западе ничего не надо! Только одно надо! Я им сколько раз говорил на собеседованиях, на встречах, говорю, знаете, какая ваша вера? Но они улыбаются, знают уже меня! Ну, скажите! Слушайте! Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться! А Царство Божие приложится вам! Восторг, конечно! Правильно, профессор! Точно! Запад весь, весь этот дикий материализм, я вам скажу! Дикий, который, кстати, и к нам сейчас хлынул, это! Что же православие о чём говорит? Исаак Сирин, подвижник VI столетия, произносит такие поразительные слова. Воздаяние! То есть, воздаяние в том смысле, что Бог даёт человеку в этом смысле. Воздаяние бывает недобродетели. Вы слышите? О, еретики-то были! И не труду ради неё! Вот это да! Всё, я замираю, у меня дальше язык не поворачивается. Это святой говорит такие вещи, что, оказывается, от Бога, от Бога воздаяние бывает недобродетели и нетруду за неё! Ну-ка, найдите, что это такое творится! Я помню, когда я первую часть процитировал, а даже с ветеранами это были, они меня готовы на руках были носить от восторга! Ну, ещё бы! Ни добродетели, ни труду ради неё! Ура! То, что и нужно! Я говорю, ну, постойте, постойте, не хватайте меня! Сейчас дайте докончить! Но когда я докончил, то они впали в уныние очень! Значит, а следующие-то слова его были такие... Значит, первое – воздаяние бывает недобродетели и не труду ради неё, а рождающемуся от них! И дальше страшное слово! Страшное слово даже! Боюсь даже говорить! Просто настолько неприятное! Ну, вообще, нехорошо как-то, не по себе! А рождающемуся от них смирению! Вот это да! Ничего себе! Да что такое смирение? Кому? Чего я сделаю смирением? Добродетель, я понимаю! Я могу скольким людям помочь! Оказать любовь и всё такое! А это что такое? Если хотите, в этой фразе вся сущность православия слышите? Вся сущность в этом если вы только... А вы будете! Наверное, я надеюсь всё-таки, что всё-таки будете иногда читать святых отцов! Если вы начнёте их читать, вы просто будете поражены! Только и твердят! Смирение, смирение, смирение! Да что это такое? Неужели ничего лучшего нет? А любовь же выше! Ответ! Ответ! Вот недавно была память Тихона Воронежского нашего святителя, да, и он пишет, и все святые пишут, что если высшая из добродетелей любовь, то она возможна только тогда, когда человек приобретёт смирение. Без смирения не может быть истинной любви. Будет переодетый эгоизм. Там, где нет смирения, не может быть любви настоящей. Вспышки какие угодно, только это не любовь! Кстати, хочу вам сказать, что у нас, к сожалению, только вот это одно слово – любовь, вот в этом отношении греческий язык оказался намного богаче. Там, знаете, сколько этих слов, которые мы все переводим одним словом «любовь», а там совсем разные вещи! Совсем разные вещи! Агапао, филео, стерго, эрео, эндиафитос... Вы что, вы слышите? Все совсем о разных вещах говорится! Одно дело – любовь просто оказывает каждому человеку, независимо от того, кто он есть. Любовь в каком смысле? Не желая зла! Не желая зла! Будь, по крайней мере, справедлив. Справедливость – низшая форма любви, если хотите. Другое дело – филео или эндиафитос, например. Это знаете, какая любовь? Это любовь, готовая положить душу свою за другого человека. Это сердечная любовь! Это ближайшая любовь! Себя отдать! Или там стерго, например. Это родители и дети! Совершенно ясно, что это особо. Православие утверждает поразительную вещь! А оказывается, вся суть исцеления человека, исцеления, а теперь понятно, исцеления ума, исцеления сердца, исцеления воли возможно только на почве смирения. Что это такое смирение? О чём речь идёт? Что за слово такое? Это что? Покорность? Прибитность? Пассивность? Отсутствие активности? Пейте меня, я ничего! Какие глупые карикатуры! Смирения только стоят часто в сознании людей, когда они слышат это великое слово! Что такое смирение, да? Я вам сейчас расскажу! Вчера вечером я принял окончательное решение, окончательное, стукнул кулаком по столу. Всё! Отныне я не грешу! Не грешу! Всё! Святым будешь, да! Вот так! И нос кверку! Вдруг звонок. Вы знаете, что я это сделал? Что? Это он! Ах, негодяй такой! Я же сказал, всё, я буду святым, не буду никого осуждать! Потом ужин хороший вдруг пригласили в ресторан! Ну, я, конечно, ясно, я решил же не объедаться, не напиваться! Всё! Едва я застал! О, не могу! Помогите! Всё! Всё двоится вокруг! Уже всё! Господи, Боже мой! Я вам открываю секрет какой! Тот, кто действительно хочет узнать, кто он есть, на самом деле не в своих мечтах, а на самом деле, прими, голубчик, решение, ну, проведи хотя бы один час, всё строго по Евангелию! Никаких глупых, уж не говорю, тем более грязных мыслей! Само собой разумеется! Это правда же, понятно! Да! Никаких там разговоров! Никаких там смотрений и так далее! Никаких там глупейших мечтаний и чего только нет! Это я говорю, я говорю час! Нет, день! Наверное, день лучше, а то час ещё, особенно в этот час заснёшь, и действительно ничего, и всё пройдёт благополучно! Нет, лучше день взять! Не ночь, а день! Или сутки! О, сутки лучше всего! И тогда сразу увидим, до чего мы хороши! Я никогда не ожидал, что я такой ангел с чёрными опалёнными крыльями! Как говорил Тимофей Валаамский, пока ты не увидишь, что ты не только хуже скота, ты хуже демона! Ты никогда тогда не поймёшь себя! А оказывается... Вы знаете, что такое смирение? Смирение? Проверь себя! Я думал, что одной рукой, я всем хвастаюсь, одной левой могу 10 пулов поднять! Да! мне дают один килограмм... Смирение! Это есть ничто иное, как реальное видение того, в каком действительно я нахожусь состоянии в плане духовном. Слышите? духовном плане! Я, оказывается, не могу! Что не могу? Всё не могу! Чего не коснись? Не могу! Не тщеславиться можешь? Нет, конечно, не могу! Не обижаться можешь? Ну, конечно, как это? Конечно, не могу! Не жадничать можешь? Нет, не могу! Не гордиться можешь? Нет, не могу! Не обидаться можешь? А что ты можешь вообще скажи? А что ты можешь, любопытно? Поняли теперь? Вот это познание себя называется на языке всех, всех мыслителей мира. Познание себя. Наконец-то объективно. Можешь на себя посмотреть или нет? Себя. На себя. Вот, объективируй себя и посмотри. Так, и что ты можешь сделать действительно и по-настоящему доброго? Отсюда и рождается вот это чувство, это осознание, это понимание, которое называется на языке христианском, смирение. Да, я, наконец, понял, действительно, кто я, ничего себе не ожидал, никак не ожидал, просто не ожидал. Был такой святой, 10-11 века, Симеон Новый Богослов, он прямо рецепт выдал и сказал так. Тщательное исполнение, тщательное исполнение понуждение себя, тщательное понуждение себя к жизни по Евангелию открывает человеку его, он сказал очень скромно. Вот, святые, я просто поражаюсь их скромностью, я бы сказал жёстко, а он сказал мягко, открывает его немощи. Вот, что такое смирение! Это объективное видение, действительно, того, что кто я есть на самом деле. Отсюда только я тогда могу правильно относиться ко всем своим поступкам. Кому-то дал, помог, и тот же тщеславие. Ой, какая гадость! Ну, надо же это! Господи, прости меня! Вы знаете, очень хорошо открывает человеку следующий, я бы сказал, даже не эксперимент, а следующее наблюдение факта. Мы осуждаем всех с самого верха до самого низа. А что значит, я осуждаю? Вы знаете, что это значит? Это значит, я бы такого не сделал! Вы помнили, кто я? Вы помнили, кто я? Я бы не так бы не сделал, как этот Путин, или как патриарх, или как архиерей, или как этот чиновник! Я бы такого не сделал, понимаете? И я в себе! А это они! Вот они какие! Ох, да чего ж хорош дедушка Иван Андреевич! Знаете такого дедушку Ивана Андреевича по фамилии Крылов? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот уже поэтому одному я вижу, кто я, Боже мой! Ты ничего не знаешь дел, всех обстоятельств, в чём там у человека, что за ситуация, не знаешь всё! И ты уже судишь направо, налево, и всех рубишь и колешь! Вот то, что православие называет падшестью нашей, нашим, то есть падением, нашей болезненностью, нашей гибелью, которая требует исцеления. Должен сказать вам, правда, что исцеление – это невозможно, если человек не научится молиться. Кажется, все умеют молиться. Оказывается, боюсь преувеличиваю, но скажу, никто не умеет молиться! Подходит человек, вот, буквально, в лавре захожу, что мне делать? Помогите! Помогите! Что такое? Ну, с семьёй у меня, с семьёй там трудно, в общем, такое. Я говорю, а вы что делаете? Я молюсь! Я говорю, как вы молитесь? Но я молюсь, чтобы Бог помог мне, чтобы всё исправил, сделал! Я говорю, ну, если вы будете так молиться, вы никогда ничего не получите! Как? Как? А сейчас только что перед вами звонок, там одна женщина, вот, нет детей, мы молимся, всё, ничего, пока ничего не получается, по монастырям ходим, всё такое, и вот поэтому будем делать эко. Как быть? Священник звонит! Я говорю, ну вот, скажите им, что пока они так молятся, никогда ничего не получат! Почему? Дай, Господи, то, что я хочу! И мне не важно, как ты там, Господи, понимаешь! Ты вообще не понимаешь! Я понимаю, а ты не понимаешь! Мне надо вот это, Господи! Ах, не даёшь? Всё, эко сделаю! Расскажите ей! Ничего не получит! А если ещё это сделает, потом взвоит! не умеем даже молиться! Не умеем молиться даже! И этот спрашивает, а как же тогда, как молиться тогда? Я говорю, что же вы не знаете, как молиться? Я говорю, можете себе представить ситуацию, в какой находился Иисус Христос, который точно знал, что с ним будет, когда его арестуют! Какие издевательства и какая казнь ожидает! Помните, как он молился? Если можно, доминует меня чашись я, но не как я хочу, но как ты! молитва действенной может быть только тогда и в той степени действенной, в какой действительно человек готово скажет Господи, да будет воля Твоя! Я приму любовь! Потому что я верю, что ты всё-таки поумнее меня! Это, кстати, открытие, одно из великих открытий! увидишь, что Бог умнее меня! И до тех пор, пока человек не примет это, он ничего не получит! Почему? Не потому, что Бог – ах, ты не хочешь, так я тебе и не дам! Да не поэтому! Бог – любовь и неизменяемый, а потому что этим своим упорством мы себя искажаем! мы закрываем, вот, окна чёрным полотном, чтобы это солнце не прошло сюда! Богу не даём мы действовать чем? Своим упорством! Дай, Господи, мне! Иначе я сейчас делаю то-то и то-то! Не умеем молиться даже! Да будет Твоя воля, Господи, а не моя! И в зависимости от того, в какой степени человек действительно постарается и придёт, и согласится, наконец, что готов, Господи, как ты только скажешь! И когда он действительно достигнет вот этой разумной меры, достигнет, Бог даст ему больше, чем он просит! И второе, что хочу сказать о молитве. Учтите! Молитва называется только то, что совершается с вниманием. Болтовня молитвенная – это есть, как пишет святитель Игнатий Вринчанинов, оскорблении Бога! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Отче наши же Иси! И поехали! Что это такое? Это к какому идолу, что ли, читаются молитвы? Это к кому? Это к кому ты обращаешься? Ты что, с ума сошёл? Или ты веришь в Бога? Ты разве можешь так? Слышите, что мы навлекаем на себя, когда не понуждаем себя к молитве с вниманием и благоговением. Попробуйте к начальству придите и попробуйте с ним так разговаривать. За дверь не только вылетите из кабинета, но и вообще отовсюду. А здесь с Богом так! Какой ужас! Нет молитвы там, где нет внимания. Да, конечно, трудно научиться этому, но надо учиться. Улетело внимание? Возвращать! Только таким образом можно хоть немного научиться молиться. В противном случае все наши молитвы, эти многочасовые богослужения, когда мы стоим с ноги на ноги, и когда же там окончится? И по всему миру уже побродили, и со всеми уже поговорили, и все планы обсудили, а там богослужение всё ещё идёт. Да когда же только! Оставимся пустыми! Пустыми! Часы за часами уходят куда? Как вода в песок! В пустоту! Нет православия без понуждения себя, без приучения себя к внимательной молитве. Нет! И не будем обманывать! Не будем себя обманывать! Никакого православия нет! От того, что я ношу крестик на шее и крещусь, это совсем не православие! Совсем не православие! Самообман! Когда мы часами стоим и вместо молитвы Бог знает, чем занимаемся! Молитву надо читать с благоговением и вниманием! Как научиться этому? Игнатий Вринчаинов пишет, для этого лучшее средство – это краткая молитва Иисусова. Начни сначала, ну, произнеси три раза, пять раз! Не знаю, больше сможет или нет, человек. Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Хотя бы эту краткую даже! Начни с этого! Это требует тренировки! Вы слышите? Прямо вот как в спорте, так и здесь! Нужно учиться молиться! Он пишет! Он! Учиться! Пора! Начать! Почему вырождается христианство? Все прекрасно мы знаем! Потому что не молимся! Читаем, поём, стоим, а молится кто? А кто молится? Вот оно идёт вырождение! Само богослужение, как пишет митрополит Вениамин Фетченков, мы превращаем в театр! Нам нужно, как он пишет, развлечения! Нам нужно разнообразное пение! Нам нужны концерты! И да, и да бежат! И да, и да бежат! Ох, как хорошо, да! Пасхальный такой! Правда же, очень хороший! Это я так дразнил своего друга, отца Матфея! Да! Вот так! Богослужение в концерты готово превратить! Отсюда ничего не имеем! Мыльные пузыри пускаем, потом говорят, ах, ничего и нет! Да, правильно! От мыльных пузырей ничего не получишь! Совершенно верно! И так православие состоит в чём? Во-первых, в решении жить по заповедям и приобретении смирения. Во-вторых, необходимость научиться молиться. Всё прочее приложится. Во время тебе поем обязательно земной поклон! Потому что происходит величайшее таинство приложения святых даров! Христос уже здесь во время тебе поем! То, смотрю, даже люди, учащиеся, не знают даже... Это такой срам! Ну, ладно, люди там простые не знают, что тебе поем! А то делают земной поклон святая святым! Даже не понимают, что это возглас святая святым! Это возглас, обращённый кому? К тем, кто собирается причащаться! Вы слышите это святая кому? Святым! Хоть в эти последние мгновения кайтесь и молитесь! Вспомните святая святым! А вдруг, смотрю, все падают! Сколько причастников! Надо же, смотрю, да! Ну, хорошо! Это так! Я просто замечание, мере прочим, вам делал. Всё! Так, какие вопросы? Пожалуйста, я закончил! Я закончил! Я всё вам сказал! А потом вы уже в течение четырёх или с каких там лет будете изучать. Итак, какие вопросы? Да, пожалуйста! В чём разница между смирением и кротостью? Может быть, вы сможете ответить на этот вопрос? Да, с трудом только! С трудом, но постараюсь, да! Пожалуйста, это хорошо! Смирение – это то чувство, которое возникает вот из познания себя кротость, вся кротость состоит в том, чтобы уметь держаться, не возмущаться. Кротость – это значит отсутствие возмущения. Вот что такое кротость! Отсутствие возмущения, отсутствие гнева. Вот так! Осипов написал сейчас комментарии на Евангелие от Матфея, они у него на сайте, там есть, и там, в частности, и разбирается это. Я немножко так почитал, да, но неважно. Да, так вот. Так, вы что-то хотите, да? Студенту, студенту, можно студенту, да? Здравствуйте, Алексей Ильич! Вот, с одной стороны, есть бесценное выражение, тайная истина от Иисуса Христа, то, что Царствие Божие внутрь вас есть. То есть, по факту, если подумать, даже если, допустим, есть рай как некое место, да, на духовном уровне, которое мы глазами не можем увидеть, и если там не будет Бога, то, соответственно, никакого мира, никакой душевной радости мы не будем испытывать от сопребывания там, в раю, без Бога. И в то же время, если мы будем где-то в пустыне, но Царствие Божие внутрь нас будет, то тогда будет счастье и будет действительно радость и мир в сердце. И... Вопрос в чём? Вопрос вот в чём. В ваших лекциях, то есть, это вот эта вот позиция, то, что Царствие Божие не есть место, а то, что это именно состояние души. И тут просто сразу надвигаются следующие вопросы. Вот в нескольких тезисах. Ой, вы что, вы надолго сейчас хотите? Да, всего лишь на пару часов. На пару часов. Но у нас, к сожалению, осталось... Передом только Исаака Сирина, потом к вам не подойдёте. Это невозможно, потому что, сами понимаете, подстарайся войти во внутреннюю клеть твою, и там увидишь клеть небесную, ибо та, и другая одно и то же. Он ответил на всё это. Если это просто состояние души, Алексей Ильич... Что значит просто? Состояние души. Бог – это дух. Состояние души, Царство Небесное, и рай, допустим, рай и ад – это состояние души. То почему Христос возносился на небо, и ученики недоумённо провожали его взглядом, так коли не остановил ад, и не сказал, что вы смотрите на небо. И второе. Если ад – это тоже просто состояние души, то куда не следил Христос, в своё состояние души, ада или всё-таки в чрево земли. Не думайте, пожалуйста, что всё вот эти внешние, эти образы, они и являются изображением этого действительного, действительного факта, который имеет место. Христос вознёсся на какую-то планету или куда-то такое. Посмотрите, что было на преображении. И якоже в мещаху ученицы твои славу твоей, Христе Божий, видиши! Всё это даётся нам в этих внешних образах, даётся указание на что-то тот мир таинственный, который невыразим в наших обычных понятиях. Вы знаете, что наши эти понятия, наши, которые мы пользуемся в этом мире, с их помощью мы не можем описать реальности того мира. Сейчас вот эта физика элементарных частиц, так, физика, огромную нам пользу даёт. Какую? Физики прямо говорят, что с помощью понятия вот этого нашего макромира, в котором вот сейчас живёт макромир, так, невозможно выразить того, что происходит в микромире. Там всё не так. Невозможно! Слышите? Если даже мы касаемся материального мира и говорим, что разные уровни уже настолько они отличаются друг от друга, что нет понятий для того, чтобы передать реальность одного мира, так языком другого материального, то что же вы хотите, чтобы, если когда мы попытаемся языком нашего материального мира, передать реальности духовного мира? Ну, передайте, пожалуйста, как сквозь закрытые двери он прошёл с настоящим телом? Что это такое? Неужели, не понимаем, мы здесь соприкоснулись совершенно с другой реальностью, о которой раньше даже не думали и не предполагали? Как это можно? Это же не можно! А Христос говорит – прикоснитесь ко мне! Иди сюда! Трогайте меня! Как же это такое? Но об этом это можно отдельно говорить, но я сейчас хочу только одно сказать, что само вознесение там на небо, само снисхождение в ад... Кстати, в ад Христос телом не сходил. Да, так же это я предыдущему ученику говорю. Здесь он вознёсся, да, весь он, а в ад он сходил душою. Помните, как это говорится в одном из пасхальных тропарей? Во гробе Плотске, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле былости Христе, с Отцем и Духом. Понимаете, в чём дело-то? Так что это реальности, которые невыразимы, но человеку надо было показать. Вот указывает указание, а вовсе не разъяснение. Но указать можно было... Почему? Потому что разъяснять невозможно. Реальности совсем другие. Апостол Павел об этом прямо сказал, когда был вознесён на третье небо, и я слышал там слова, которые невозможно передать. Невозможно почему? Из-за тайны? Да нет же! Совсем другое! Совсем другое! Какое другое? Ну, спросите у физиков элементарных частиц. Поговорите с ними. Они вам скажут. Они вам скажут. Как это можно передать? Частица и волна. Вы же там давно смеётесь? Частица – это камень, который брошен, и на воде волна начинается. А вы мне говорите, то частица, то волна – это одно и то же. Хе! Чушь какая! Это я так однажды говорил в Дубне перед учёным. Говорю, что нам морочат в голову? Тоже ещё! Вводят в заблуждение. Ну, юристически так. Все смеялись очень. Вот так. Итак, что хотите? У меня вот такой вопрос. А что такое вообще верить? Что такое вера? Верить? Да. Это, получается, когда человек там что-то себя заставляет, или это какое-то другое состояние? Нет. Ну, ты веришь, что это я? Нет? А почему доверишь? Ты же учился наверняка в школе, ты изучал физику, и ты знаешь следующее. Я тебе сейчас скажу, что следующее. Что оказывается? Никаких звуков нет, а есть только волны, которые действуют на мою перепонку, на нерв, и у меня преобразуются в звук, а звуков нет, есть только волны. Света нет, красок нет, это просто колебания электромагнитные, разной частоты, и они у меня преображаются в голубой, зелёный, синий цвет. А на самом деле-то это только колебания электромагнитные. Ты что? Вкуса же нет, а это только реакции на языке новоём происходят. Мы же по физике, что вы, не проходили? И вдруг мы говорим, ой, с какой стати это я? Это не я, это что такое? Это только волны исходят, цветовые, соответствующие на тебе на глаза, и ты доверяешь, как глубоко ошибаешься! Почему ты веришь, интересно? Но ты веришь! Поздравляю! Понял теперь, что такое веру! Как правильно себя любить? Как к себе относиться по-христиански? Как Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди, так и себя, когда я болен, я знаю, как я себя люблю. Как? Лечусь! Заповеди Божии – это и есть то лекарство, с помощью которого мы лечимся. Вот так! – Как вы относитесь к священникам, которые сейчас занимаются блогерством? – Занимаются? – Блогерством – это проповедничество посредством интернета или каких-нибудь роликов на Ютубе, на других информационных порталах. – Ну, как всё зависит от того, какой и кто, и что он. Какой-нибудь головин сейчас докатился, головин, о котором там многие женщины с ума сходят от восторга, а он докатился до кощунств, стал же Христа разбирать там физиологию. У него, да что, докатиться уже можно, человек, уже. И, пожалуйста, вам в интернете! Это не где-нибудь! Это даже стыдно друг с другом даже об этих вещах говорить! А тут человек о Христе говорит! Так же, разве непонятно? Но самое поразительное, что при этом верующие, кажется, люди, и вместо того, чтобы с гневом сказать, вы что, кощунствуете, батюшка? Вместо этого – как? Ах! Ай-яй-яй, до чего мы доходим? Уже у нас выше Христа! Кумира как сделаем? Вот беда-то какая! Пожалуйста! Является ли самоукорением оскорбление самого себя оскорбительными словами? Наедине, конечно! Дело вот в чём! Оскорблением называется не что иное, как человек хочет причинить боль, страдание кому-то. Боль, то есть осуждение. Осуждение в этом смысле, то есть исходящее не из добрых мотивов, а из каких мотивов? Ну, злых! Я оскорбляю кого-то! Я хочу ему причинить рану! Вот! Это и есть зло! Так что и в отношении самого себя, как святые отцы, когда говорят о самоукорении, то в данном случае о чём только идёт речь? Ни о чём другом, как расшифровки вот того самопознания, которое необходимо для человека. Да! Ну, как я могу не укорять, когда надо было не осудить, надо было не обругать, надо было не рассказывать о том, что сделал худого вот этот вот наш общий знакомый, а я сказал, ну, расскажи, что ты делаешь, Алексей Ильич? Ну, разве так можно? Ну, нехорошо! Вот это самоукорение, оно очень не только полезно, но, скажу вам слово, запомните, не только полезно, но даже пользительно! Вот так! Ну, хорошо! Может ли домашнее, искреннее домашнее покаяние заменить исповедь в храме? Дело не в храме, а дело перед священником, то есть вы хотите сказать. Дело вот в чём. Ни о какой замене речь не идёт. Речь идёт просто о двух различных вещах. Покаяние домашнее, как вы говорите, всегда необходимо. Помните древник Иоанна Кронштадтского? Опять я осудил! Опять я разгневался! Господи, прости меня! И вновь пространство я ощутил в душе своей! Так что оно постоянно и необходимо, потому что оно связано с наблюдением за собой. Это крайне необходимо! Исповедь же – это уже таинство! То есть, когда здесь уже я уже не просто говорю о своих грехах, а я говорю перед лицом священника, как свидетеля, и таким образом я обращаюсь к Богу, так сказать, с откровением своей души. И вот на это Господь в своём таинстве всегда даёт, в зависимости от искренности человека, даёт действительно, ну, скажу, свою благодать. И это ощущает каждый, кто искренно приходит на исповедь. Здесь ощущается особенно, потому что все таинства тем и характеризуются, что в них всегда подаётся особый дар благодати Божией, который умеряет душу, способствует молитве, если хотите, смиряет человека. В общем, прям именно действует благодать Божия. Поэтому требуется и то, и другое. Но тот, кто никогда не кается в своей молитве, трудно тому потом бывает должным образом и поисповедаться. А часто тогда происходит, знаете что? Отчёт о проделанных грехах. И каким он подошёл к исповеди, таким и ушёл, ничего не получив. Потому что на исповедь требуется не отчёт, не отчёт требуется, а покаяние. Но покаяние на исповеди приносят только в самых основных моментах. А вот в своей жизни я то и делал. Осудил кого-то, я должен тут же... Господи, прости меня, ну что же это я такое? Наелся уже, есть, и ещё опять родом! Да ты же сыт! Ну ты что? Ты что делаешь? Так, ну на исповеди не будешь говорить обо всём на свете, правда же? На исповеди самое главное, что наиболее задевает совесть, об этом только говорится. И в исповеди тогда человек получает действительно вот какую-то йоту благодати Божией. Поэтому необходима и исповедь. Исходя из ваших слов, правильно ли я понял, что нравственность – это внешнее благочестие, а духовность – это внутренняя, то есть чистота? Это не совсем правильно. Правильно, но не совсем. Потому что нравственность только тогда становится действительным благочестием, когда оно сопряжено с внутренним. Потому что нравственность – что такое нравственность? Меня просят. Вот, пойдёте за лавру, просят, и я даю. Это нравственно или нет? Может быть, нравственно, если я даю ради Бога. А может быть, безнравственно, если я даю ради удовлетворения собственного тщеславия, или чтобы видели другие люди, или чтобы меня благодарили. Слышите? Нравственный поступок оценивается не сам по себе, а в зависимости от того, каков источник его. Вот как! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я, насколько знаю, то, что у Бога нет чувств, но в Библии часто приписываются Богу чувства, то, что Бог из гнева... Понял. Понял. Да, святые отцы об этом пишут прямо, решительно и категорически. Кассиан Римлян говорит, говорит, это богохульно, богохульно приписывать Богу ярость или гнев и прочие свойства. А Иоанн Затауст говорит, что всё то, что мы слышим, такие слова о Боге, есть ничто иное, как, обратите внимание, как сказанное ради простого, грубого народа. Вот когда женщине с ребёночком, который перед всеми ходит и мешает всем молиться, вы скажете, ой, вы же согрешаете, зачем? На неё не подействовать. Когда скажете, гнев Божий падёт на вас и на ребёнка, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Понимаете? Ради простого, грубого народа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова